Книга «Открытым оком», тема «Обращение ко Христу», 4-й том, вопрос 1312. «Если христианин обижается на замечание, что ему посоветовать, и как это опасно для него?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Библия описывает и обидчиков, и обижаемых, и говорит о том, что Бог вступается за невинно обиженных. Но нигде ни слова в Библии нет, а похвали человеку, который держит, таит свою обиду в себе, или где бы восхвалял чувство обида как положительное. На обиду нужно смотреть нисходительно, не уделяя ей особого внимания и прощать. Евангелие от Матвея, 18 глава, 22 стих. Иисус говорит ему, «Не говорю тебе до семи раз, но до семи лишь до семи десяти раз. Прощать согрешение означает не обижаться, перестать таить, держать под языком обиду. Обида – это яд, змея, которая быстро вырастает, как из-за скриплами. Если в Ветхом Завете обида гасилась ударом и убийством, то в Новом Завете это уже недопустимо. Обижаемый – это тот, кто притесняет, давит, что-то отнимает, говорит против, наносит ущерб, материальный или нравственный». И увидев одного из них обижаемого, вступился и отмстил за оскорбленного, поразив египтянина. 1 Коринфянам, 6 глава, 7 стих. И то уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбы между собой, для чего бы вам лучше не оставаться обиженными, для чего бы вам лучше не терпеть лишения. 1 Коринфянам, 6 глава, 8 стих. «Но вы сами обижаете и отнимаете, и при том убратьев». Евангелие от Луки, 6 глава, 28 стих. «Благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас». Слова Христа носили очень оскорбительный смысл, характер для окружающих Его людей и обиженных им. Тьма. Лука, 11, 45 стих. «На это некоторый из законников сказал им, «Учитель, говоря это, ты нас обижаешь. Люди грешат и хотят казаться не теми, кто они есть, то есть чистыми». Евангелие от Иоанна, 8 глава, 7 стих. «Когда же продолжали спрашивать Его, Он, восклонившись, сказал им, «Кто из вас без греха, первые брось на нее камень». Премудрость Соломона, 14 глава, 24 стих. «Они не берегут ни жизни, ни чистых браков, но один другого или коварством убивают, или прелюбодейством обижают. Иногда более сильные пользуются своим правом и что-то отнимают устоящего ниже себя. И если ты это знаешь и видишь, то обязательно постарайся помочь обижаемому». Книга Серахова, 4 глава, 9 стих. «Спасай обижаемого от руки обижающих, и не будь малодушен, когда судишь. Если есть у тебя знакомые в суде и прокуратуре, и ты можешь походотайствовать о восстановлении справедливости, то воспользуйся данной тебе возможностью быть ходотаем за обижаемых». Притча Соломона, 24 глава, 11-12 стихи. «Спасай взятых насмерть, и неужели откажешься от обреченых на убиение? Скажешь ли, вот, мы не знали этого, а испытающий сердца разве не знает? Наблюдающий над душой твоей знает это, и воздаст человеку по делам его». Книга Иова, 19 глава, 7 стих. «Вот, я кричу, обиды, и никто не слушает, выпию и нет суда». Апостол Павел заботился о своем авторитете, как ныне сказали бы о своем имидже. Он очень ревниво относился к слухам, которые распускали в нем противники. «И тщательно их все разбирал, не оставляя камни на камне от лживых упреков». 2 Коринфянам, 7 глава, 2 стих. «Местите нас! Мы никого не обидели, никого не повредили и ни от кого не искали корысти». «Послание Филимону, 1 глава, 18 стих. «Если же он чем обидел тебя или должен, не считай это на мне». Бог – ревнитель о духе человеческом. Он является справедливостью, и все обиды у него на строгом учете. И если мы не мстим за обиды, нанесенные нам, он сам берет процесс в свои руки». Откровение, 11 глава, 5 стих. «И если кто захочет их обидеть, то огонь выйдет из уст их и пожрет врагов их. Если кто захочет их обидеть, тому надлежит быть убиту». Книга Сирахова, 35 глава, 13 стих. «Он не уважит лица пред бедным, и молитву обиженного услышит». Псалом, 9, 35 стих. «Ты видишь, ибо ты взираешь на обиды и притеснения, чтобы воздать твоей рукой. Тебе предает себя бедный, сиротет и помощник». Исайя, 29 глава, 20 стих. «Потому что не будет боли обидчика, и хульник исчезнет, и будут истреблены все поборники неправды». Обида – это совершенно не христианское чувство. Это показатель, индикатор, где стрелка за красной чертой, далеко ниже нуля, ниже того момента, где начинается христианство. Тот, кто обижается на сделанные замечания, тот даже и не начинался еще следовать за Христом. Следованием за Господом есть третья ступень восхождения на небо, и неизвестно еще, чем она кончится. «Но первая ступень – есть отвержение самого себя с распятия со Христом». Евангелие от Марка, 8 глава, 34 стих. «И подозвав народ с учениками своими, сказал им, «Кто хочет идти со мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мною». Галатам 2 глава, 19 стих. «Закон у меня умер для закона, чтобы жить для Бога, если распялся Христу. Если есть у тебя обида, значит, твое «я» еще живо и не умерло, и там нет места Христу. Если у вас рядом близкий, и он обидчивый, вам мало не покажется. Обидчивый? Обидчивый очень подозрительный, и у них слоновьи уши, они постоянно ловят слухи. Кто что сказал о них, кому сказал, где их не похвалили, где их не наградили, чего не додали. У них совершенно не христианское выражение лица. Они так свыкаются с этой ролью жить в кислотной бочке, что буквально вынюхивают, выуживают слухи в свой адрес. На исправление эти люди идут исключительно трудно и являются почти безнадежными. Хуже их неисправимы только циники, издевающиеся над грехом. Насмехающиеся над сделанным им замечанием. С обидой нужно бороться постом и не избегать обличителей, а искать их, как делали святые отцы. Подвижники создавали искусственную ситуацию, где бы их могли оскорблять. И в этом подвиге пребывали годы, а оскорбителям даже платили деньги. Поводов для обиды не может быть никаких. Постоянно повторяя «я умер», меня это не касается, и обличающие меня враги – мои лучшие друзья. Друг – не тот, кто медом мажет, а кто правду у глаза скажет. Обидчивые люди все склонны к побегу. Они сразу же замыкаются, как ревнивые жены при буйных мужьях, и ищут выхода в смене места жительства, в выставном разводе, в смене церкви, в вересповедании. Обидчивые люди злобны и недоверчивы, крайне неблагодарны, знаться с ними опасно и вредно. Если случаются революции или гулаг, то их можно пожелать только для обидчивых, чтобы они научились ценить то, что у них было раньше. Субтитры создавал DimaTorzok